Пссс, а ты слышал, что Брайна разблокировали? Да, именно этому событию и посвящен наш сегодняшний выпуск. Полная хронология от самого Бана еще в феврале и до вчерашней разблокировки. Чем же все время занимался Макс, когда должны были разблочить его аккаунт, и вдобавок мы посчитали, что он потерял из-за этих действий. Погнали! 2016-й у Брайна проходит вообще очень странно. За три недели до Бана он получил свой первый страйк. Тогда ему запретили проводить стримы, а все потому, что кое-кто умный научился кидать их, даже если в видео нет никаких нарушений. 18 февраля Брейн в своем твиттере опубликовал пост. Извиняюсь за задержки с видео, то софтбокс сгорел, то времени нет. В общем, завтра уже начну снимать, так что выйдет оно очень в скором времени. А вот это самое завтра и сыграло злую шутку. 19 февраля 2016 года был заблокирован аккаунт TheBrainMaps. Ни авторитет блогера, ни аудитория в 2,5 миллиона подписчиков не остановили Google и YouTube. Шли дни, событие становилось все более резонансным. Кто-то писал слова поддержки Максу, ну а некоторые пытались нажиться на этой беде, предлагая фанатам заплатить деньги за разбан. Спустя неделю после блокировки все вздохнули с облегчением. 25 февраля. Скоро канал разблокирует. Меня просто удивляет скорость работы к поддержке YouTube. И с тех пор понеслось. 6 марта. Обещали разбанить в скором времени. Ждем. 8 марта. Так, начинают выясняться настоящие подробности блокировки канала. 13 марта. О, поддержка еще и по выходным не работает. Сервис. И напоследок 1 апреля. Все уже подписались на мой второй канал? Макс уже походу перестал верить в разблокировку и выпустил видео на втором канале. К 1 апреля аккаунт BrainMaps2 начислял чуть более 300 тысяч человек. Сегодня на момент съемки уже практически 700. Самой выдающейся оказалась дата 4 апреля. Ведь за 24 часа на него подписалось 106 тысяч подписчиков. И это приблизительно 4,5 тысячи в час. Как известно, основной канал Брайна вернули к жизни 13 апреля. Он был забанен на протяжении 54 дней. Точной причины блокировки до сих пор неизвестно, но от самого блогера есть 3 версии. Первую он написал в день блокировки и думал, что это связано с видео о Майнкрафт. Через 2 дня уже появились новые подробности, что Майнкрафт тут ни при чем, а случилось все из-за бага. А спустя еще пару недель блогер уже написал и третью. И она связана с тем, что он жаловался на другие каналы, которые перезаливают его ролики. Но Ютуб посчитал эти жалобы ложными, после чего заблочил самого Брайна. Так какие же потери понес Макс? Давайте разберемся и посчитаем. До блокировки он набирал в среднем 8 тысяч подписчиков в день и около 2 миллионов просмотров. За 54 дня, выходит, парень недосчитался 432 тысяч новых подписчиков и более 100 миллионов просмотров. Ну хорошо, что хоть в минус не ушел. Можно было сказать, но все-таки некий неприятный факт все же присутствует. Сервис аналитики Social Blade показывает, что за время бана от Брайна отписалось 63,5 тысячи зрителей. Да еще и что на канале сейчас всего-то 120 тысяч просмотров. Хотя такие цифры его видео набирают всего-то за пару часов. Уверен, что Макс теперь будет еще успешнее. Кстати, решил спрогнозировать, какие же результаты на его канале будут в конце 2016 года. И в комментариях написал свой вариант. 5 миллионов подписчиков и полтора миллиарда просмотров. Ну, а че, я верю в него. А вы пишите свой прогноз. Сколько подписчиков и просмотров будет на аккаунте TheBrainMaps в декабре этого года. Ну а если ты хочешь, чтобы Макс стал самым популярным блогером в мире, ставь лайк под этим видео. Что же, вернулись былые времена. Брайан теперь может наверстать все упущенное. А мы, в свою очередь, готовы следить за творчеством этого молодого парня. А если вы хотите увидеть интервью с Брайаном на нашем канале, то подписывайтесь, чтобы не пропустить. Это был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. Пока.